В Чебоксарах прошла памятная акция свеча памяти по погибшим в Одессе. Напомню, что 2 мая в пожаре в Думе профсоюзов и в столкновениях погибли 47 человек. На Украине был объявлен трехдневный траур. Свет одной маленькой свечи способен рассеять большую тьму. Активисты молодой гвардии «Единой России» и все неравнодушные граждане зажгли свечи в память о погибших в Одессе. Таким образом, выразив соболезнование и поддержку жителям украинского народа в столь трудное для них время. Глядя на все то, что в данный момент происходит в Восточной Украине, естественно, мы, молодежь, не можем оставаться в стороне. И мы решили, проведя сегодня свечу памяти, поддержать всех тех, кто в данный момент в Восточной Украине борется за свою свободу и за свои права. И всех тех, кто погиб 2 мая в Одессе. Естественно, я категорически против того насилия, что происходит в данный момент именно там. На фоне украинских событий крайне важно помнить историю. Пренебрежение ее уроками может привести к непоправимым последствиям. Украинские события – одни из самых убедительных аргументов в пользу того, как важно помнить руки истории и пресекать все попытки ее переписать. И в России есть факты реабилитации фашизма. И сейчас последние события на Украине показывают то, что нужно предпринимать реальные шаги для борьбы с этой коричневой чумой, которая поразила нашу братскую страну, Украину. Мы видели последние события по Одессе. То, что творится карательная операция на Юго-Востоке, от Донецка, под Славянском. И считаю, что данный закон призван для пресечения таких актов и реабилитации фашизма, мандеровщины и других фактов, которые носят именно насильственный характер, бесчеловечный характер, который должен осуждаться всем мировым сообществом. Продолжение следует...